народ здорово такое ноутбук у нас говорят тормозит притормаживает что из-за чего надо будет выяснять у нас тут корой 5 ядерный 4 оперативки ну в принципе в принципе по нормальным индекс производительности не знаю этот или не этот но в принципе с показаниями хороший этот тормозит когда поработать поэтому первым делом шума правильно вырубаем все это дело и завершение сеанса и переворачиваем переворачиваем смотрим чё там у нас с этим обязательно вытаскиваем из сети ух ты что тяжелый на это у нас такие вот вилки в израиль заземление приготовил бумажечку наш обне царапать все это дело на так откручиваем все винтики которые у нас имеются чтоб добраться отсюда тут у нас не снимается отдельно не знаю как оно получится сейчас тут этот подковыриваем одну потом подковыриваем уже другого разъем чека не разъем чека защелочка такая она вышла из зацепления так аккуратненько нежненько ну надо за рукой оттягивать вот эту часть как бы она сейчас есть так получится показать вот так и аккуратно аж надо счет там ничего не повредить но при этом должно быть как бы все с той стороны откручена жестко зацепилась он вообще так ладно мне неудобно с камерой часа соединю ну смотрите вот это ползом упереться на это суда и тут потом так с натягом поддевать и потом отсюда так поддеваем и на он свободно вылазить но не спешим вырывать потому что у нас там еще есть шлейф а шлейф чтоб достать нам надо где наша лопатка у нас может быть или защелка так раз это защелочка и все шлейф у нас легко снимается просто защелочку при поднятии вверх дальше откручиваем все эти винтики которые есть они тут намечены м два с половиной на пятерочка глубиной длиной но тут еще он шлейфик такой приподнять и за уздечку нужно соединить потому что ну это будет сейчас все снимать откручиваем или для себя если вы боитесь запутаться эту можно пометить чтобы их можно было закрутить на место и три штуки тут не потеряетесь другое место суда не вкрутите и должны уже сумму все это свободно отходить но еще тут защелки берем я там была карта потерялась где-то задел поддеваем и теперь у нас это верхняя часть должна легко сниматься смотрим еще тут шлейф и и шлейф от этого идет от мышки шлейф на кнопки чтобы у нас если мы с ними чтоб ничего не подрывать все это легко ручечками можно или пинцетом ну чё под разобрал а еще один что-то я смотрел смотрел три штуки выкрутил и все а тут один спрятался он так пылью припал 4 не по не наши это не нашел его сразу так не люблю когда вот это приходится плату снимать из корпуса музыка классно когда сзади крышку снялся нижнюю достал камень почистил процесса почистил новую пасту пыль убралась а тут приходится всю плату разбирать соединять все шлейфы которые идут на этот на монитор тут пылючки конечно так я вам не передам сколько трутой пыли ну вот как то так было пыль летит летит смотрите тут тот момент один на материнке самой если откручивать все винты они поверь помечены где их закручивать треугольничками или стрелочками их метят туда нету 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 тут раз вот видите помечено тут он ей суда есть легко можно найти дальше там на той плате есть монта плата не нужна нам надо эту только снять поэтому если разобрать будет несложно этот шлейф у нас приклеен еще ну тут они бывают разные эти шлейфы в основном просто стягиваться должны надо что-то по посерьезней или так получится они бывают приклеенные разъемчик этот стягиваем и все откручиваем все винты просто не теряем их но и смотрим по материнке чтобы такие вот с разъемы соединения все можно было отключить которые связаны с материнкой потому что будет плохо когда дергнешь ее и она у тебя что-то да оторвет потом сидеть бояться она вам надо тут еще один момент то что мы тут все открутили это хорошо вот на этой модели все еще больше у меня дел как-то попроще быстрее разбирается все снизу все делается вот такую крышечку снял по поменял пасту продул разобрал радиатор промыл вентилятор промыл все тут вообще такой геморрой вроде открутить вот это надо все два винтика на этот который идут на монитор и на дисплей простите тут то понятно это снимается вверх нет нет проблем за щелочки все это дело вот здесь надо разбирать потому что это короб идет на обдув он цель сейчас его разберу по покажу что там чем через время греется чтоб еще отсоединить сам пропеллер продуть вентилятор кулер кто как его назовет еще надо разъемчик от него отсоединить и теперь все это дело откручивать на процессор идет такой холодильник на то есть и на нем обозначены цифры один два три есть один два три четыре есть пять то есть каждое по-разному и там есть вот эти цифры они для того чтобы затягивать ну затягивать не так чтобы сразу раз один затянуть потом второй затянуть нет подтянули 1 2 потянули 3 потом уже после посильнее затягивать в последнюю очередь опять же по этому по соответствующему номер то есть этом как бы момент очередь затяжки момент момент затяжки это другое все валится с рук уже на в улице темным темно паста вообще тут уже сварилась и давно печалька с камышком самим процессором на нем аж этот цвета побежала сти есть ну да ладно сейчас тут он проблема это сейчас вымыть все вот тут он нету просвет он где-то что-то просвечивается потому что полностью забита а чтоб тут открутить нам надо только откручивать четыре винта и отгибать потому что там нас заклепана ну как-то так разбираем моем по этот вентилятор он такой страшненький грязненький сейчас чуть-чуть его только терну он уже сколько пыли его помыть желательно сейчас спиртиком промою и все будет хорошо у нас тут недалеко просто аэропорт военный так гудят конкретно самолеты когда взлетает вот сколько пыли а сейчас там еще валенок достану отсюда вскрою включусь ну и того у нас получается отмылась все валенок наш брался тут чистенько все по красоте вообще шикарно тот каптановым скотчем заклеил так будет проще сейчас нанесем термопасту совсем немножко это даже будет очень немножко как всегда чересчур где тут наша карта упала все это дело распределим равномерно и закроем как-то так и тут чуть-чуточку до одной рукой неудобно и все сложного ничего нет в этом разобрать собрать не проблемы приложим прикручиваем помним до 1 2 3 сейчас все пройтись по кругу а потом уже подтягивать 1 2 3 и все на этом нужно все очень большое спасибо за то что смотрели цель была раз как как она разбирается и все а уже там собрать в обратной последовательности главное не забудь подключить все шлейфы и все контакты которые были отсоединены потому что тут разбирать очень сложно ну не совсем сложно но разбирать тут было тяжелее чем на моем я тоже ноут дел но там проще все всем спасибо всем до свидания самое главное не болеть будут дальше видео по поводу этой камеры которая инста 360 x1 x2 обзоры а уже есть на канале 360 градусов так кинул пару видео там с разных мест и дальше уже будем смотреть как она пойдет не пойдет снимать такие видео не снимать кому интересно чуть-чуть след на несколько видео назад вернитесь посмотрите всем до свидания самое главное не болейте по скрипту открутил место где прижимается он даже чуть-чуть лишнее выдавило так место где прижим ну видно что пролегает ой простите пролегает хорошо тут он тоже все замечательно то есть свободно прожим чуть-чуть намазываем но не надо тот это лишнее чтобы смысла нету в нем а а так чтоб она проводила лишь бы тепло отдавала радиатору вот он будет достаточно совсем чуть-чуть теперь точно всем до свидания еще чуть-чуть пост скриптума последний последний штрих штришок вот так 1 2 3 4 5 10 20 10 оба на даже работает ничего себе прикиньте запустилась и думал уже не запустится я себе для своего компа делал этот под под это ставим такие ножки дополнительные там какие-то были мебельные просто поставил их на ножки и все на резинках стоит там замечательно клавиатуру чуть-чуть там пылечку продул папа вытрушил столько там хлама собирается заначки всякой еды семочек всего мелкого интересного так что все запустила сейчас еще клаву проверю чтобы поработали все кнопушки и можно отдавать теперь точно всем до свидания спокойной ночи не болейте и ляпота Субтитры подогнал «Симон»